Христос воскресе! Здравствуйте! Рада вас видеть! Христос воскресе! Воистину воскресе! И вы сегодня, я понимаю, не только с коллегой, но, наверное, даже с другом своим, да? Да. Даже с другом. Это Сослан Русланович Такаев, депутат Законодательного Собрания Калужской области, зампредседателя комитета по финансам, налогам и бюджету. Христос воскресе! Воистину воскресе! Олег Анатольевич, вы были у нас героем передачи, радиопередачи на радио «Радонеж». Очень много откликов было. Вот именно вот эта социальная политика, внутренняя политика сейчас это всех очень задевает. Тем более, после событий печальных в Крокусе, вот, нужно и об этом сказать. Вот как у вас в Калужской области как-то все гладко, спокойно и хорошо. Может быть, потому что у вас там Оптина, Шамардина, столько святых, Амбросии Оптинские, София Шамардинская. Ну, в Калужской области очень много святых мест. И Оптина, и Шамардина. И Козельск. Ну, Козельск сам город, да, он исторический, но тем не менее, вот в Козельском районе как раз и находится Оптина пустыня. Вот как вам удается вот так, что у вас все согласие и лад, все ладно, спокойно? Мы первыми начали ограничение в трудоустройстве мигрантов в определенных профессиональных сферах. Сейчас это уже 12 сфер, где иностранцам нельзя работать. А какие? Ну, их очень много. Было 4, сейчас 12. И потом мы вышли из программы добровольного переселения соотечественников. Вышли тогда, когда соотечественники закончились по этой программе и начались не соотечественники. Мы приняли, на самом деле, много русских людей по этой программе, но программа себя изжила. И в 22-м году мы приостановились в участии в ней. Может быть, поэтому тоже накал не такой, как мог бы быть. Поэтому мы первые начали и, в общем-то, продолжаем. Но все равно инославных у вас много, да? Много, много. Много, конечно. Но они приезжают, поработали и уехали, я так понимаю. По-всякому. Есть и не только мигранты, но и иммигранты. То есть те, которые получили российский паспорт. Так вот, в вопросах миграции, точнее, в вопросах взаимоотношений с иностранцами, самой большой проблемой является не столько трудовая миграция, хотя, конечно же, ее регулировать надо и жестко, это проблема. Но самая большая проблема все-таки это и миграция. Те, которые уже получили российские паспорта, они уравнены с нами в правах. Вот тут уже сложности больше. Они создают параллельное общество, ну и живут так, как хотят, а не так, как требуются в соответствии с нашими законами, с нашими, так скажем, традициями. Ну вот раньше был такой хороший глагол «обрусеть». Вот вы приехали с другом и коллегой, да? У него, судя по имени, отчеству и фамилии, не русские корни, да? Ну вы родились в Калуге? Нет, я родился в Северной Осетии. Осетия, ну там же православные, да? Осетия православная. Но у меня мама русская, мама у меня калужанка коренная, папа осетин. Поэтому я так вот совмещаю, скажем так, русские корни и кавказские корни. Вот. А Осетия, конечно, это православная республика, очень многонациональная по численности и разновидности населения. Но мы себя нашли на территории Калужской области. То есть я уже более 20 лет мы проживаем в Калуге, у меня пятеро детей. У вас пятеро детей? Да, четверо из них родились уже в Калуге. Старший сын родился в Осетии, а четверо родились уже в территории города Калуге. А Веру кто к вам привил? А вы знаете, Вера, ну, у нас семья, она в целом православная. То есть и дедушки, и бабушки, отец, мама, безусловно. Вот. Но основным, так скажем, связующим и человек, через которого мы пришли к воцерковлению, это моя сестра, которой, к сожалению, уже нет, Люба. Вот. И вот мы как-то, вот она прививала в нас воцерковление, веру. Царство Небесное. Да. Старшая сестра, да? Это самая старшая моя сестра, да. Вот. Причалом, так скажем, для воцерковления у нас стал наш знаменитый монастырь Тихонова пустынь. Наместник, он наш духовник нашей семьи. И вот мы на протяжении многих лет придерживаемся, слава Богу. Слава Богу. Придерживаемся этого места, нашего батюшки дорогого, который нас наставляет. И поэтому ваша высокая должность, она тоже благословенная, да? И должность-то такая, знаете, очень больная. А вы возглавляете политику по финансам, бюджету и по деньгам? Это заместитель председателя комитета по финансовому бюджету и налогам. Наш, конечно, комитет занимается формированием, согласованием. Основные направления бюджета Калужской области, конечно, это социальные направления, потому что это в целом политика губернатора нашего области. Ну а здесь мы, как депутаты, как избранники народа, мы, конечно, поддерживаем нашего губернатора. И те позиции, и те направления, которые сегодня требуют особого внимания, конечно, мы очень трепетно к этому относимся. Дай Бог вам здоровья. И как хорошо, что у вас много деток. А у вас, Олег Анатольевич? У меня двое. Двое. Ну, у вас еще все впереди, вы молоды. И тоже у вас такая должность министр по внутренней политике. И так хорошо. Калугин из Калуги. Ну, что есть, то есть. В Оптиной часто бываете? Бываю, бываю. А вот этот год объявили же... Всей семьей бываем. В Оптиной, да? Там очень хороший сейчас настоятель, владыка Иосиф. Мы давно друг друга знаем. Поэтому это, конечно, большое счастье, бывать в Оптиной. И большое счастье, что у нас государственные люди все-таки в православии верующие. Кстати, касаемо слов Саслана о монастыре Тихоновой Пустыни. Владимирский скит как раз принадлежит монастырю Тихоновой Пустыни. Там, где великое стояние на Угре. Да. Гора Мороженко, да. Это родина российского суверенитета. Как хорошо вы сказали. Да, действительно. Это место родины российского суверенитета. Там произошла победа на Угре. Там 11 ноября 1480 года полчища Ахмата ушли с Угры, чтобы никогда больше на Русь не вернуться. И с этого момента Русь независима. Поэтому культовые места, символические места. Сакральные места, да. Сакральные в полном объеме и в религиозном плане, и историческом, да и в политическом плане. И в политическом, вы правы. Ну, если родина российского суверенитета там. Ну, Сослан как раз там часто бывает. И в самой Тихоновой Пустыне, и чуть-чуть подальше Владимирский скит. А в Шамардинии вы тоже бываете? Ну, это один из любимых Верховных Суверенитетов. Был период на моей работе на госслужбе. Каждый свой день рождения, он у меня 4 декабря как раз на введение Богородицы во храм. Да. Я бывал в такой день рождения. Которая начиналась с Шамардины и Оптиной. Поэтому, ну, потом уже все остальное. Вот, и потом литература наша в Оптиной пустыне. Все же наши великие бывали там. И в Оптиной, да и в Шамардино. В Шамардино. Сестра Льва Николаевича Тростова была. Поэтому это вообще Калужская земля. И полотняный завод Натальи Гончарова. Кстати, район тот же, Дзержинский район. Ну, вот чуть-чуть подальше. Да, да. Все это Калужская земля. Она пропитана русской историей. С древних времен до нашей дни. Санслан Русланович, а вот бюджет ваш, да? Деньги. На культуру, как вы там жертвуете? Достаточно много? На культуру, на храмы. Мы, конечно, помогаем. Вот мое окружение, мои товарищи, мои близкие люди. Мы не только помогаем монастырям. Мы очень активно работаем и по гуманитарным вопросам, связанным с нашими новыми территориями. Восстановление храмов на новых территориях. О! Да. И в 22-м году мы ездили с нашей калужской делегацией. На Донбасс. Ездили на Донбасс, в Мариуполь по благословению. Владыке Климента. Мы отвозили туда, значит, я отвозил туда икону Калужской Божьей Матери. Замечательная икона Калужской Матери. Да. И вот в Мариуполь, значит, в один из храмов мы передали эту икону. И она хранится сейчас там. Плюс мы отвезли туда гуманитарную помощь необходимую. И дальше продолжаем помогать. А на культуру как-то вы тоже финансы выделяете? Бюджет Калужской области, он, знаете как, он направлен и очень много вопросов социального характера. Это медицина, это образование, культура, безусловно. Да, и здесь мы в стороне не стоим. И вот надо отдать должное моим коллегам, то есть все те, касаемо поправок бюджета, да, формирования бюджета, те предложения, с которыми министерство, правительство выходит. То есть они поддерживаются и, как правило, разногласий среди коллег депутатов у нас нет. Олег Анатольевич, вернусь к злосчастному крокусу. Вот сейчас пугают, замена этноса якобы идет, что русских скоро нас вообще не останется. Вот, ну так может быть мы тоже сами виноваты, потому что мы, ну, забываем историю нашу, предков, традиций. Я не склонен мыслить так катастрофически, что русских не будет, будут. И русские, и Россия. Вопрос в том, какое у нас будет магнитное поле. Какие они будут, какие мы будем, и какое будет магнитное поле нашей страны. Будем сильными, если нас будет много и мы будем жить долго. Значит, мы будем мировыми лидерами. Значит, мы обеспечим своим и внукам, и правнукам, и если мы будем шарахаться из стороны в сторону. Ну, нет, народ-то останется, и государство, я думаю, что останется. Но это будет, так скажем, не передовое государство. Поэтому, чтобы быть передовым, надо возвращаться к корням, не забывая о том, что есть будущее. А будущее принадлежит только суверенным нациям. Президент абсолютно четко сказал, будущее есть только у суверенных наций. Потому что несуверенная нация в любой момент сильными соседями будет списана. И суверенитет начинается с Калуги. Да, с Калузской области. Не с самой Калуги, с Калузской области. Ну да, стояние на Угре. Да, да, да. Село Дворцы. Ну, правда, там зона боевых действий была 60 верст по Угре. Ну, почему село Дворцы? Потому что там была ставка Ивана Молодого, сына Ивана Третьего. Поэтому вот там были сражения. На Куликовом поле поняли, что Орду можно побеждать. И победили. Но вот ровно через сто лет, это было великое русское столетие. Куликово поле 1380-й год. Великое стояние на Угре 1480-й год. Ровно сто лет. Нам было необходимо пройти этот этап. Вот понимание того, что Орду можно побеждать, на Куликовом поле это произошло. И то, что мы это сделали. Мы это сделали на Угре. И таким образом образовалось единое, независимое русское государство с центром Москвы. Россия, как понятие, как термин, после Угры возникла. И виден он и был Ивану Третьему. Там памятник, я знаю, будет, да? Ивану Третьему? Ну, я надеюсь. Я надеюсь, будет в Москве. У нас аж два стоят. Ивану Третьему? Да. А где? Напротив администрации. В Калуге? В Калуге. В Калуге. И во Владимирском скиту. Самый первый памятник, он стоит, поставили во Владимирском скиту. У нас два памятника Ивану Третьему. А как давно поставили? Давно. Это был 17-18 год, по-моему, да? С Русланом. А сколько у вас там замечательных людей, великих людей? Много. Именно в Калугской области, в Жукове, в Маршал Победы. Первая на планете атомная электростанция 26 июня 1954 года дала первый итог в Обнинске и Калугской области. Первая на планете атомная станция. У нас много чего. И про чего я говорю, что через Калугу прошла вся русская, российская и советская история. Да, и советская история тоже, да. Да. Мирный атом. Мы родина мирного атома. Владыку Климента я помню. Знаю. Я знала его братьев. И маму его. Мама его тоже. Вот. Его брат, Архимандрит Василий, похоронен у нас в Солнечногорске, где я живу не далеко. Вот. И он там жил с мамой. А второй брат у них митрополит тоже, знаете, да? Конечно. Да. У вас какая-то симфония, да, между властью и церковью? Ну, мы православный регион, да. Конечно. Для нас это естественно. Симфония для нас естественна. Именно для Калугской области. То есть это нормальное явление. Мы так живем. То есть это никем не навязывается, это искусственно не выстраивается. Оно просто так есть изначально. По воле Божией. Да. Ну, и владыка молится, конечно. Ну, конечно. И святых много. И много святых. Владыка у нас очень сильный, очень светлый человек, да. Да. Молитвенник. Молитвник настоящий. Вот, Олег Анатольевич, Наталья Николаевна Гончарова родилась как раз в день победы нашей 1812 года, да? И Малоярославец, это же тоже рубеж, да? Конечно. Расскажите об этом. Ну, кстати, вот это те самые победы, которые не так были распиарены, но были реальные. Бородино – великое сражение. Не было бы Бородина, не было бы победы, конечно же. Но после Бородина Наполеон еще имел мощную армию. Конечно. И неизвестно, как бы все повернулось. А вот после Малоярославца великая армия Наполеона перестала быть таковой. Потому что хребет армии Наполеона был сломан именно в Малоярославце. После этого французы только отступали, отступали, отступали. Вот вы знаете, когда вы входите в главный храм Черноостровского монастыря, с левой стороны буквально, вот в центре стоит алтарь, с левой стороны там есть окна и там большое-большое поле. Это называется Карижа. Карижа? Родилась именно там, когда Наполеон стал только отступать, а мы только наступать. И от Карижа до Парижа дошли? Да, дошли. А вот в Малоярославце, кажется, там много старобрядцев, нет? Есть ли? Я бы не сказал. Нет? Нет, нет. Центр старобрядчества – это все-таки Боровск. Это не Малоярославец. Калужская. Но это тоже Калужская улица? Конечно. Конечно. Там есть они? Конечно, есть. Они там есть. Это традиционный центр старобрядчества. Там много что связано со старым обрядом. И там памятник Протокопу Авакову. Ну, там… Ну, это тоже наша культура. Это наша история, это наша культура. Да. А вот в Боровском районе есть… Забыло, как называется село. Там адмирал Синявин. Да. Памятник стоит, да? Памятник стоит? Адмирал Синявин, конечно, стоит, да. Обязательно. И мы проезжали мимо, там Андреевский флаг развивается. В центре Боровска стоит памятник адмирала Синявина. Ну, он земляк, конечно. Он там родился. Сослан Русланович, а вот вы же руководитель вот этой ассамблеи, да? Народов России. Я руководитель регионального отделения ассамблеи народов России. А расскажите, что это за ассамблея? Буквально… Название такое старинное, Петровское. Да, в прошлом году произошла реорганизация нашей структуры. Теперь мы стали еще и государственной организацией. Ну, какие наши основные задачи? Основная, конечно, задача работы ассамблеи сегодня, которую я даже для себя вижу, это, конечно, безусловно, сохранить вот это единство среди всех народностей, проживающих на территории Калужской области. Вы заметили о том, что у нас достаточно мирный регион, и все уживаются, все живут мирно, спокойно, в том числе, и, конечно, благодаря очень активной работе, совместной работе Министерства внутренней политики, ассамблеи народов России. Мы регулярно встречаемся со всеми представителями национальностей, проживающих на территории Калужской области. Их очень много, они все разные. Вот эта беда, которая случилась, значит, в Москве, Рокус, конечно, все воедино, значит, высказали свое, значит, крайне негативное такое вот восприятие этой ситуации, потому что, конечно, у терроризма нации нет. Да. Это так. Есть основные традиции. Если мы проживаем, вне зависимости от того, где мы родились, мы проживаем на территории Калужской области, на территории России, мы должны чтить, понимать, уважать те традиции. Русскую историю, конечно. Русскую историю, безусловно. Да. И вот это, конечно, наша сегодняшняя основная задача. И, слава Богу, то, что нет разногласий, есть единое понимание, и вот его нужно сохранить. Ну, это, в общем, основные задачи. И я всегда привожу слова, вспоминаю слова президента о том, что он сказал в свое время. Я чеченец, я дагестанец, аварец, я осетин. Это говорит о том, что все-таки Россия, она всегда была очень таким большим, таким домом, народным таким домом. Гостеприимным. Где любовь, где нет каких-то вот, какого-то, знаете, какой-то агрессии в адрес той или иной нации. Мы переживали много всего. И Россия, у нас очень, конечно, такая история сложная, трудная. Ну, слава Богу, все будет у нас хорошо. И слава Богу, что в Калужской области у нас живут достаточно нормальные, понятливые люди. Мы живем все мирно. И я уверен, что так и будет и дальше. Дай Бог. Ну, а потом нужно же вот все эти приезжие должны все-таки чтить, куда приехали. Ту культуру, правда же? Конечно. Вот. И язык хотя бы изучить, уважать. Знаете, в Осетии есть такая пословица. Ну, она на сенецком языке звучит, а на русский язык переводится, значит, в чьей орбе ты едешь, то песню ты должен петь. То есть вот ты живешь здесь. Вот как правильно сказано. Да. И, соответственно, ты должен уважать то место, где ты живешь, людей, с которыми ты живешь, традиции. И они должны быть основными. То есть со своим уставом прийти в монастырь куда-то, ну, наверное, это не совсем правильно. Тоже? Это уже вторая пословица русская? Это русская пословица, да. Поэтому, конечно, повторюсь, уважение – это основа, наверное. Уважение, почитание традиции того места, где ты проживаешь, это, наверное, основа. Тем более, что вот мы не заслужили неуважения. Настолько всех принимали, настолько ко всем были гостеприимны. И продолжаем принимать. И продолжаем принимать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Олег Анатольевич, вот расскажите о себе. Вот вы, верующий, твердо знаете, чего хотите. Да. Да. О себе. Кто ваши родители? Были из семи служащих. Все выходцы. Мама моя и отец мой родились в деревне. Потом был переезд в город. Из крестьян, да? Из крестьян, да. Ну, опять, как из крестьян. По маминой линии… Купцы? Нет. Кузнецы. Кузнецы. Кузнецы, которые жили на селе. Отцовская линия – это крестьяне. Потом, конечно же, с родителями они переехали, с бабушками и дедушками, переехали в город Калугу. Ну, и там, повторяю, родились в деревне. Вот там учились, там работали, жили. Обычная русская калужская семья. А жена ваша тоже калужанка? Калужанка, коренная калужанка. Ирина – коренная калужанка. Учился и закончил 18-ю среднюю школу в городе Калуге. Совершенно обычная школа в пролетарском районе. Я поступил на исторический факультет, тогда еще, Калужского государственного педагогического института. Это хороший институт. ИСТФАК, да. После ИСТФАКа сразу поступаю в очную аспирантуру МГУ имени Ломоносова. Это было вполне возможно. С базы ИСТФАКа сдать, вступить на экзамены и поступить. Поэтому защитился, стал кандидатом политических наук в МГУ имени Ломоносова. На кафедре политического процесса России, тогда еще философского факультета МГУ, потому что политологически еще создан не был. Защитился в 1998 году, а поступил в 1996. Олег Анатольевич, вот Вы сказали, что трудовая иммиграция, да? Трудовая. А они нужны нам, трудовые? Русские не хотят работать? Или их нет, русских? Дело в том, что, конечно же, трудовая иммиграция нужна любой стране, развитой и развивающейся стране мира. Вопрос пропорций и вопрос тех профессий, которые они занимают. Вот в чем дело-то. Конечно, нужно. Но президент совершенно четко сказал, почему у нас трудовая иммиграция широко развита. Потому что низкая производительность труда. Нужно не мигрантами наполнять страну, а повышать производительность труда. Это сложнее. Проще, конечно, завести сюда всю Среднюю Азию и пусть они тут как хотят копошатся. Но это путь никуда. Нам необходимо повышать производительность труда, тогда и в иммигрантах не будет надобности в таком количестве. Вот и все. Совершенно верно. Повторяю, главный вопрос это разделение трудовой иммиграции как чисто экономическое явление и иммиграции. То есть людей, которые бывшие иммигранты получили российские паспорта. Правда, сейчас есть хорошие навалы в законодательстве. У нас же по конституции нельзя никого лишать гражданства. Но там есть следующие формулировки. Прекращение полученного гражданства. Это как раз про бывших мигрантов. И вот там большая часть, там чуть ли не 80 оснований для прекращения. Этим надо пользоваться. Нарушил все прекращение гражданства. И я бы увеличил сферы, я бы увеличил статьи, по которым прекращается приобретенное гражданство. Я думаю, что над этим надо законодателю подумать. Но правоохранительным органам надо использовать эти возможности, которые есть. Там ну 80 позиций, по которым можно прекращать гражданство. Надо пользоваться. И важный момент еще, конечно, это демография. То есть мы должны насечать нашу территорию своими людьми. Это, наверное, тоже немаловажный вопрос. А это вопрос, опять же, духовно-нравственного воспитания. Это школы, детсады, это семьи. Чтобы сегодня молодежь хотела сегодня пополнять свои семьи детьми. Да, чтобы семьи были большие, как раньше. Не один, да. Вы знаете, у меня был такой неоднократный случай, когда в ключе такого, ну, может быть, не упрека, а, ну, такого немножко возмущения, когда я говорил, что у меня пятеро детей. Я говорю, ну, это у вас там на Кавказе, у вас там женщины покорные и так далее. Я всегда задавал вопрос. А вы, вот, историю русского народа, русской деревни... Где по 12 детей? Да, да, да. Откуда все пошло? То есть... У тех же старообрядцев, да? Ну, конечно, поэтому... А у вас жена русская? Нет, у меня жена осетинка. Ну, православная. О, вы взяли, восточную. Да, да. Жена осетинка, православная, слава богу, и дети православные. Вот вопрос демографии, интересный факт произошел. Не так давно ребята из нашей патриотической русской организации «Зов народа» нашли и перепостили одну интересную цитату нашего бывшего губернатора, ныне сенатора, Анатолия Дмитриевича Артамонова. Цитата 2019 года, где Артамонов четко сказал, что мы многие всяких мер предпринимаем для решения демографических проблем. Может быть, не надо такое многообразие этих мелких мер, которые ничего не решают. Может быть, действительно сосредоточиться на чем-то одном. И вот понравилась вот эта вот цитата им, и я с ними согласен. «Рождается третий ребенок в трехкомнатной квартире». И вы знаете, кто-то там начинает говорить, что дорого. Слушайте, у нас в стране демография в таком положении, что слово «дорого» вообще не должно звучать. Сколько бы ни стоил ребенок, новый россиянин, государство должно на это идти. Иначе у государства нет будущего. Да, это нормальная схема. «Третий ребенок – трехкомнатная квартира». Это понятно всем. Вот когда вот эти вот меры перечисляются, тут повысили, там повысили. Бесплатная квартира или как? Бесплатно в собственность, конечно. О, так это вообще… И это будет мотив для семей, у которых двое детей рожать третьего. Это будет реальный мотив. Поэтому у людей должны быть не просто меры, должны быть понятные образы, как государство поддержит деторождение. Вот это вот четкий образ. Конечно. А то ипотеки… Трехкомнатная квартира. Да. Трехкомнатная квартира за третьего ребенка – это нормальная история. Буду аплодировать. Дай Бог, чтобы были непротиворечивые и понятные для человека решения. Можно сейчас этих пособий нарепить, этих нормативных актов создавать, что, наверное, сейчас и будут делать. Но человек об этом не узнает. Да многие люди даже не знают… Не знают, конечно. Какие там льготы, что там полагаются. Четкость должна быть, внятность и образность. Вот будет образность – будет результат. Не будет образности – вы хоть примите тысячи этих нормативных актов, этих мини-льгот, они заметны не будут. Поэтому четкость должна быть. Конечно, только за счет демографии, за счет пополнения своих людей. В том числе мы сможем решить вот эти проблемы. Потому что вы правильно сказали. Кто будет сегодня мести улицы? Кто будет сегодня работать на стройках? Мы даже… Ну, даже если найдутся, но мы… Уже этих специалистов мы потеряли. Именно как специалистов. Должны быть свои. Резкости допускать нельзя на рынке труда. Но вот касаемо вот этих вот коммунальных сфер. Я приведу один пример. Германия. Одна из элитных профессий на земле – Северный район Вестфалия – это как раз уборщик улиц. Они там семейными династиями убирают. Там все автоматизировано. Там… Но не немцы убирают? Немцы, немцы. Да попробуйте вы в этот бизнес вклиньтесь. Нет, это немцы убирают. У нас, может быть, просто потеряно уважение к человеку труда? Простого труда? К сожалению, да. К сожалению, да. При всем уважении к бизнесу человек труда должен стать главным человеком. Воин и человек труда. Вот две социальные категории, которые должны быть самыми уважаемыми, самыми любимыми и самыми почитаемыми. И слово «рабочий» или «крестьянин» не должно быть, ну, как бы, презрение. Боже, спасибо. Такое, как сейчас, да? Это… А то там, ах, у тебя отец рабочий, с презрением неким. Не знаю. Я родился в Калуге, в пролетарском квартале. У нас с этим было все хорошо. Так тогда, да. Хотя нет. Вот 70-го какого года рождения? 73-го. Угу. Ну, это уже двигалось, конечно, в пересень. Я видел советский строй. Я помню зеленые электрички в Москву. Все это я помню. Битком. Все было очень… Битком, да. Битком. Битком. И причем познание Москвы ограничивалось магазинами… Магазин продуктов. Рядом с Киевским вокзалом. Да, да. То есть мы затоваривались и ждали новой электрички. Это все… Ну, вот поэтому и приняли перестройку. Ведь и революция не с неба свалилась, и перестройка тоже. Ничего с неба не сваливается. Все имеет свои социальные корни, свои причины. Конечно же. Но все-таки мы верим, что Россия будет снова великой. Будет. Будет. Вы так спокойно говорите. Тут без вариантов. Да. У нас другого выбора нет. Поэтому все будет. Аминь. Ну что же, дорогие телезрители, я надеюсь, вам было интересно. Два государственных мужа сегодня были нашими гостями. Это министр по внутренней политике Калужской области Олег Анатольевич Калугин. Благодарю вас. Спасибо. И замечательный его друг и коллега, депутат Законодательного собрания, зампредседателя комитета по финансам, налогам и бюджету. И бюджету. Такаев Сослан Русланович. Благодарю вас. Христос воскресе. Воистину воскресе. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»